Как бы мы о себе ни думали, со знаком плюс и со знаком минус, это всегда мысли о себе. Оставь свои заботы, падения, взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой добра. Забудь о себе, начни служить другим. Правильная работа чувства собственного достоинства означает забыть о себе. Когда человек думает о других, любит их, он чувствует себя счастливым, достойным и сильным. Когда он слишком много раскаивается, это опасно. Это хорошо, но это опасно, потому что это опасно, сильно зациклиться на себе. Опасность такая есть. Самый лучший способ покаяния, это приносить пользу людям. Самое лучшее покаяние. Если ты действительно раскаивайся, делай противоположные вещи. Сделал аборт, хочешь раскаяться, говори другим, что не надо делать аборт. Вот твое раскаяние. Сделай, дай людям знание, что это плохо. И это будет твоим раскаянием. Но если ты просто сидишь и скулишь, ой, я плохой, я плохой. Ну, представьте, у вас маленький ребенок. Он сделал как что-то плохое. И целый день сидит и говорит, папа, я грешник. Говорит, слушай, может поиграешь в песочек, что-то поделаешь. Нет, я грешник, папа. Я грешник, плохой. И папа уже начинает термировать это все. Говорит, слушай, ну что же такое, а? Ты, может, займешься чем-то полезным. Что ты все время я да я, я да я. Нет, я грешник, буду раскаиваться дальше. Но мне это не нужно. Мне нужно, чтобы ты людей делал счастливыми. Мне не нужно, чтобы ты сильно много думал о себе. Лучше всего делать то, что Богу нравится, а не то, что нам. А как узнать, что Богу начинает? А вот здесь вот радостно становится. Он всегда здесь находится. Вот когда нам что-то ему надо сказать, мы не спрашиваем, как это узнать. Мы говорим, я больше так не могу жить. А вокруг никого нет. Кому мы кричим? Никого нет вокруг. Мы кричим ему. Говорит, я уже не могу от нас, сколько можно? Мы ему кричим и не спрашиваем, услышат или нет. Мы знаем точно, что услышат. Но когда он нам дает радость в сердце, мы думаем, это я просто сама обрадовалась. Или, допустим, парня увидела, и тебе Господь в сердце говорит, ну посмотри, вот это твой человек. Тебе с ним придется жить. Ты потом начинаешь с ним общаться и смотришь, у него с кучей недостатков. И думаешь, наверное, я ошиблась. А это не ты сама себе говорила, а тебе это Господь говорил из сердца. Он говорил тебе, тебе с ним жить. А мы думаем, что это я сам себе сказал. Мне померещилось. Поэтому, чтобы разобраться в этом воле Бога, нужны старшие. Да, старшие говорят то же самое, то уже трудно сказать, что всем мерещится вокруг. Есть несколько способов. Один способ почувствовать Бога через сердце – способ непростой для развитых людей. Второй способ – применим всеми людьми на земле. Взять Священное Писание, открыть где-нибудь, задать вопрос Богу и читать. По мере чтения Священного Писания в какой-то момент – раз! И придет ответ в сердце. Именно Священное Писание. Не Агату Кристи, там, детектив какой-то читать. А Священное Писание надо читать. Еще один способ, еще лучше, но он труднее, он более труднодостижимый. Это найти старшего себе. Для того, чтобы найти старшего, надо просто учиться людях видеть хорошее и служить им. Чем больше ты служишь людям, тем больше ты святость в людях начинаешь видеть. И постепенно различишь, где святой человек. И тогда ты сможешь его найти. Потому что святые люди есть, но мы их не видим. Мы видим недостатки в основном в людях. И даже не обязательно святого человека надо искать. Просто человек, который больше тебя знает о Боге, чувствует Бога. Это уже для тебя достаточно. Мы все хотим что-то себе заоблачное найти. Мужчина хочет зайти себе девственницу, жену. А сам-то ты девственник, нет? Мы всегда себе хотим самое лучшее. Но мы недостойны этого часто. Поэтому Бог всегда действует через людей рядом с нами. Когда жена в подчаянии ругается на меня, она мне говорит правду обо мне в это время. Это Бог на самом деле через нее говорит. Она говорит, ты такой грешник. Это правда. Она говорит мне это, но я думаю, что она просто хочет меня обидеть. Бог говорит, так нам дает наставление через старших, через равных, через близких людей, дает наставление нам. Когда ругаются они на нас. Но мы не слышим. Как же мы услышим старшего? Спасибо за вопрос. Это проблема не Болгарии. Это проблема всего мира. Всей нашей земли. Наша земля вошла в такую зону, где все не уважают старших. И поэтому идет тотальная деградация всей планеты. Наша страна состоит из людей. Каждый человек оказывает колоссальное влияние на страну. Если он негативно настроен, он сливается с общим негативом. Если он позитивно настроен, он орошает эту землю. Если в пустыне много сухости, достаточно небольшой капли влаги, и там все начинает расти. Поэтому даже один человек, если настраивается правильно, он меняет очень сильно всю атмосферу вокруг. Я не забываю об одном, на краю родной земли. Покраниться матери с отцом, кем бы они ни были. Ну то есть, мы должны просто это делать. Мы должны кланяться своим родителям. Мы должны уважать старших. Мы должны уважать друг в друге тоже хорошие качества. Я не считаю, что ваша страна имеет проблему с солнцем. Я сегодня давал лекцию ведическую. Собрались люди, которые в этой культуре, традиции находятся. Я от них испытал колоссальное уважение. Они уважают меня очень сильно, как старшего. Такое редко где встретишь. Нельзя сказать, что у вас здесь, в стране, нет уважения к старшим. Я встречал места, где нет такого уважения. Не хочу говорить, потому что это будут сплетни. Но ваша страна точно такого не имеет сильно выраженного. У вас, наоборот, выраженное уважение к старшим сохранилось еще. Если вы хотите дальше это развивать, на своем примере это делать. От вас будет исходить сила, которая будет давать другим помощь. Знаете, у нас в российской культуре, в русской культуре был один такой человек удивительный. Его звали Лев Толстой. Ну, его все знают. Вот. Он перевел на русский язык Бхагавадгиту в свое время. Священное Писание. Еще одно Священное Писание, он перевел на русский язык, называется Тиру Курал. Это древний труд, нравственный труд индийский. И так далее. У него много заслуг таких есть. Но одна из его главных заслуг заключается в том, что он изрек одну фразу, очень важную. Он сказал, что если ты хочешь миру помочь, на самом деле, серьезно помочь, тогда начни с себя. И ты поможешь всему миру лучше всего. Мы даже не представляем, какая сильная помощь этому миру начнет происходить, если я начну менять себя к лучшему, а не других людей. Понимаете, есть три категории людей. Первая категория людей называется идеалисты. Они всех вокруг меняют. Они хотят других сделать лучше и всех мучают вокруг себя. Для них правильность стоит выше человека. Они ради этой правильности человека готовы замучить до смерти. Это не так, это так, сделай так, так нельзя делать, только так и все. Они мучают всех вокруг себя, думают, что это спасет мир. Когда я сделаю всех правильным. Но если человек, есть еще хуже люди, которые называются безразличными, им все равно, правильно ты делаешь, неправильно, хорошо воспитывается твой ребенок или плохо. Да пусть воспитывается как хочет, какая им не разница. Это еще хуже люди. Они вообще с каменным сердцем. Но есть люди очень хорошие. Они называются человечные. Это люди, которые людей ставят выше, чем правила. Они не против правил, эти люди. Не против правил. Они за правила. Но человек для него дороже. Поэтому для того, чтобы человека к правильности привести, такой человек сначала себя приводит к правильности. И своим примером начинает помогать другому. Знаете, что самый лучший способ помогать кому-то, это реализовать то, что ты хочешь сказать. Потому что звук является самой большой силой, меняющей других людей. А если ты понял то, что ты делаешь, тогда твой звук поможет этому человеку однозначно, которому ты хочешь помочь. Сначала проверь на себе. Сделай так сам собой. И потом дальше ты многим людям поможешь. Это показал, и был такой великий человек, его зовут Махатма Ганди. Он, с ним есть одна история. Он многим людям помогал советами. Одна женщина пришла к нему. У сына начинался сахарный диабет. Когда сахарный диабет начинается, может вылечить человека отказ от сладкой пищи. И она говорит, я знаю об этом, что ему не надо сейчас есть сладкое. Но я не могу его заставить, потому что я ему говорю, говорю, а он все равно ест. И Ганди сказал, приходите ко мне через неделю. Они пришли с сыном, это исторический факт. Он ему говорит, перестань есть сладкое, это тебе испортит жизнь. И ребенок сразу прекращает есть сладкое. Она потом подходит к нему и говорит, как это получилось. Я ему сто раз говорил. Он говорит, я в целую неделю не ел ни куска сладкого. Только для того, чтобы ему это сказать. Для одного поступка этого я целую неделю не ел сладкое. Если человек сам чего-то не делает, он не может это передать другим. Это не передастся глубоко в сердце. Сердце воспринимает только правду. Оно никогда не воспринимает ложь. Если ты чего-то в сердце не имеешь, никогда не сможешь помочь. Поэтому человек, который что-то с собой сделал правильное, он становится источником этой силы для всех. Он как лампочка горит и освещает все вокруг. Поэтому единственный способ помочь это начать с себя. Нет других никаких способов, все это не работает. Все эти реформы там всякие. Начни с себя просто. Сделай так, чтобы у тебя это было внутри. И ты начнешь влиять на других людей. Без всякого сомнения. Спасибо вам за вопрос. Я являюсь свидетелем того, что это возможно. Я видел, как я и мои знакомые много раз избегали огромных опасностей в жизни благодаря молитве. Самое главное, надо понять, что молитва в молитве рознь. Большинство людей гордые в молитве. Они думают, что я сам могу молиться. Поэтому они просто молятся сами себе. Вот так. Молятся, молятся. И думают о чем-то другом в это время. Это означает, что их молитва, она пуста. В ней нет смысла. Есть только две категории людей, которые могут молиться правильно. Одни из них очень развитые, и они в молитве могут помнить о Боге. А другие, которые способны слушать голос старшего во время молитв. И обе категории людей одинаково побеждают. И тот, кто слабый, с помощью инструмента, с помощью силы он побеждает. И сильный побеждает, которого уже есть способность помнить о Боге. Но если человек не пользуется ничем, и просто сам что-то мит себе под нос, он никогда не победит судьбу. Это невозможно. Поэтому победа над судьбой возможна только когда человек совершает действия, побеждающие судьбу. Такими действиями являются также служение в храме, пожертвования в храм, пост для Бога направленный. Каждый человек может выбрать по своей возможности действие такое. То есть молитва – это самый высокий способ действия, направленный на победу над судьбой. Оно может победить все. Некоторые люди просто не могут, не понимают. Поэтому им можно выбирать, допустим, они могут поститься для удовлетворения Бога. Они могут, допустим, закаливаться для удовлетворения Бога. Могут просто в храме служения выполнять, пожертвования свои делать. Вот, допустим, благовест, он жертвует на ваше знание. Это очень высокий уровень пожертвования. То есть он готов даже сам платить за лекции, потому что лекции не окупаются. Вот, он готов сам платить, и это очень высокий уровень пожертвования, потому что вы получаете знания по его милости. Допустим, он не может в совершенстве молитвиться, но совершая такие действия, он очищает свое сознание. Победа бывает. У меня есть много-много случаев. Много-много случаев. Есть случаи, которые напрямую прямо указывают, что это была победа. Потому что они абсолютно необычные, эти случаи. Любые случаи можно и так, и так истолковать. Но есть вещи, которые точно указывают на то, что эта молитва все сделала. У меня был один случай такой, что один знакомый, наш работник, он поел недоброкачественные продукты, заболел бутулизмом. Это такой смертельный яд, который поражает нервную систему. Он в результате, у него начало постепенно пропадать дыхание. И когда он попал в реанимацию, у него остановилось дыхание. Ему начали делать искусственное дыхание. Лежал на аппарате искусственное дыхание. Потом он наслеп на один глаз. У него парализовало одну сторону тела. И жена его попросила немедленно начать за него молитву. Мы собрались с тем коллективом, порядка 70 человек. Включили голос святого человека громко очень. И начали очень громко повторять молитву в его настроении. И я при этом пытался силу всей молитвы, всех людей собрать, для того, чтобы, вспоминая этого человека, направить к нему эту силу. И когда я это сделал, я увидел, что шансов нет. Он обязательно уйдет из жизни. У меня не было никакой малейшей даже чувства, что его можно спасти. Но так как жена его плакала и просила помощи, я продолжал молиться, не имея чувства в сердце, что будет победа. Потом я решил, что я не встану с места, пока я не почувствую эту победу. Это было решение такое очень для меня опасное. Потому что, а если 10 часов надо было молиться, что тогда? И я все равно решил для себя, что я не встану с места и буду молиться, пока он не будет жить, этот человек. Через какое-то время в моем сердце началось сильное напряжение. То есть я чувствовал, что у меня нет никакой возможности. И тогда я очень сильно настроился на голос святого человека. И как бы, ну, так ему сказал, что это твой слуга, помоги ему, дай ему жизнь, дай веру в себя, дай нам возможность поверить, что ты можешь побеждать судьбу, что Господь всемогущий. И так я настраивался, думал. И в какой-то момент неожиданно, просто неожиданно, я в своем сердце почувствовал, что он будет жить. При этом все люди вокруг так же почувствовали. Очень сильное вдохновение поднялось в зале. Хотя мы не общались в это время, мы просто молились. И оставшую часть молитвы мы молились уже радостно, вдохновением. Теперь обратная связь. Человек лежал под искусственным дыханием в сознании. Он себя понимал в это время. И в какой-то момент, когда мы синхронизировали время, оказалось как раз в этот момент, он понял, что он будет жить. Он понял, что он будет жить. Но он не дышал в это время. А потом через некоторое время, буквально через минут 10-15, он начал потихоньку дышать. А потом потихоньку он все больше и больше дышал. И в какой-то момент он уже без аппарата мог находиться. А потом прошло время, и у него восстановилось зрение. Прошла парализация. Он сейчас нормальный человек. Просто чуть-чуть слабее, чем раньше. Ну, уже прошло с этого времени 2 года, поэтому он, в принципе, уже восстановился. Таких случаев у меня много. Но когда я все рассказываю, то меня начинают обвинять, что вся лекция про меня. Поэтому я больше не буду ничего рассказывать. Я просто вам говорю, что у меня таких свидетельств очень много. Даже когда мы просто повторяем «Я желаю всем счастья» под молитву, как мы это делаем. У меня есть такой семинар, называется «Победа над трудностями судьбы». И во время этого семинара мы учимся, как молиться. Я объясняю людям. Ну, мы просто желаем всем счастья, повторяем вот это, как пример. У каждого же своя молитва, и поэтому мы не повторяем молитвы. Но я желаю всем счастья, мы повторяем. Один мужчина первый раз пришел на мои лекции. Никогда не слушал до этого. У него умирала мать. То есть она уже не ходила, лежала в постели. В зале сидело 600 человек. Он и еще несколько человек вышли на сцену. И я попросил всех людей повторять «Я желаю всем счастья», для того, чтобы им помогло. И объяснил, как это делать. И все люди, огромный зал, начали им помогать. Этот мужчина тоже настроился, чтобы помогать другим. Через него шла вот эта энергия счастья. И он мне сказал, что вот эти признаки, которые я ему объяснил, что стало лучше в сердце по поводу матери. У него эти признаки появились в сердце. Когда он пришел домой поздно вечером, его мать при нем первый раз за много дней села и поела. Он был в шоке. Потому что до этого она не ела, не сидела. Просто лежала. Первый раз за много дней она порозовела, поела и начала сидеть. Видите, я привел вам не свой пример. Ну то есть просто люди помогли человеку. И все. Которые в зале были. Когда человек такие вещи хотя бы один раз в жизни почувствовал и увидел, он уже никогда не согласится на поражение. И даже если он будет побежден судьбой, то все равно это будет его победа. Потому что он сражался со всей силой. А не просто плакал, сидел и страдал. Вы говорите, что человек должен посчитать себя источником боли, который ему причиняет другой человек. Значит ли это, что он должен занимать позицию жертвы или считать себя жертвой? Позиция жертвы означает, что человек проиграл, сдался судьбе. И он поэтому кричит, что я несчастный. Я сам виноват во всем, но я несчастный. Лучше бы он ничего не знал. Такой человек. Трезвость мышления нужна для победы над судьбой. Допустим, прошло день рождения. Я захожу на кухню. Я для женщин говорю. Захожу на кухню, а там все просто, все перевернуто. В посуде очень много всего, грязи. Смотрите, разные варианты реакции. То есть один вариант. Она уходит из кухни и говорит, что я несчастная. Я никогда не вымою эту посуду. Мне так плохо. Я не хочу жить теперь. Второй вариант. Она зашла на кухню, вышла из кухни и думает, что-то очень много посуды. Наверное, я ее никогда не вымою. И потом она заходит, одну тарелку моет и выходит с нее. Через некоторое время она смотрит, уже поменьше стало. И можно уже дальше зайти спокойно и мыть. И третий вариант. Она выходит, заходит на кухню и смотрит, кошмар. Выходит с кухни, включает в наушники голос святого человека, молится и заходит с молитвы на кухню. Господи, помоги, я сама не могу. И она сама не знает, как она эту посуду начинает мыть, мыть. И потом как-то привыкает и нормально ей становится. Муж заходит и говорит, а она такая, а все нормально. И мноет, радуется, Богу думает о Боге. Вот этот момент, жемчужина в жизни человека. Это момент переключения себя на Бога. Знаете, я много раз как бы испытывал этот момент в своей жизни, но иногда бывают вещи, которые я не придаю значения. И сейчас я вам о такой вещи расскажу. Мои помощники, они часто заботятся обо мне. Ну знаете, когда заботятся люди, всегда бывает иногда по-разному. Иногда хорошо, иногда плохо. В общем, они у меня в саду растет, ну то есть я живу в доме, который я сам не сажал там растения. Там сзади посадили очень кусты такие, акации, вот с такими длинными шипами, как кинжалы. И они разрослись, и они решили мне обрезать эти ветки все. Но так как они очень колючие, даже никуда не унесешь. И они там насыпали большую кучу рядом с грушей, прям под грушей, деревом. Насыпали такую кучу большую, этих колючек. Я когда пришел, я думаю, что же я с ней буду делать, с этой кучей. Ее не поджечь, потому что дерево сгорит. И я не знал, что делать. Но потом мне помогли, привезли трактор, как бы привязали эту кучу, ее просто отодвинули от дерева. Вот. Но все равно было очень сильно опасно. Ну как бы опасно, что пострадает сад. И я ходил вокруг этой кучи, ходил. Попытался вытащить веточку одну, не смог. Они все перекрытены. То есть вытащить просто по ветке, разобрать тоже не получилось. И я забыл про эту кучу. Прошло полгода. Она мне мазорила глаза. И потом, удивительно, я решил сделать то же самое, что я делаю всегда в своей жизни. Я просто сажусь и начинаю молиться до тех пор, пока мне облегчение в сердце не наступит. Я сел молиться по поводу этой кучи. Хотя это было несерьезное задание. Несерьезная вещь в жизни. Я начал молиться, думаю, интересно, как это сработает или нет. Я молился, молился. И у меня в сердце появилось спокойствие через несколько минут молитвы. Оказывается, это не такая тяжелая судьба была. Хотя казалось, что там вообще просто кошмар. Вот. Я несколько минут помолился. И мне Господь в сердце так и почувствовал, что иди туда, к этой куче и разведи рядом костер. Просто разведи костер рядом и все. Больше ничего не делай. Возьми лекцию какую-нибудь, слушай, чтобы не скучно было, и разведи костер рядом. Ну, я нашел какие-то ветки вокруг, развел костер. И смотрю, а мне так нравится огонь. Вот я люблю на него смотреть. Мне не хватало этого огня. Я думаю, как здорово, что я развел костер. И не было никаких веток больше вокруг. Нечего было бросать. Я подошел к этой куче. Начал ходить, ходить вокруг нее. Потому что мне хотелось, чтобы горел костер. Я нашел маленькую веточку, сбоку лежала. Ее можно было выдернуть. Я ее выдернул. Она зацепила за собой еще одну. Я положил эту веточку, потом еще одну вытащил. Потом еще одну нашел. Я даже перчатки не надел, потому что я не думал, что я кучу буду разбирать. Через 15 минут вся куча была разобрана. Я хотел, чтобы горел костер. Я даже не заметил, как она закончилась. Это было удивительно. Это было чудо для меня. Потому что я боялся даже к ней подходить. Теперь, зачем я об этом говорю? Знайте, что у всех у вас, у всех до одного, в вашем сердце, находится эта колючая куча, которой вы боитесь подходить, даже мысленно, думая, что она никогда не может быть побеждена. Так устроена энергетика греха или энергетика страдания, она такова, что она отпугивает от себя наше сознание. Все, что самое ценное мы в жизни должны делать, мы это делать не хотим. Вот для того, чтобы встать рано, мы не хотим вставать рано. Психик говорит, спи дальше, чего ты беспокоишься? Полежи сегодня, завтра встанешь, полежи сегодня, отдохни, а завтра встанешь, зачем тебе сегодня обязательно вставать? Как я поступаю в этом случае? Вот мне нужно было вчера делать хатха-йогу два часа, для того, чтобы нормально себя чувствовать. Именно вчера мне надо было делать. Потому что сегодня бы я уже не сделал, была медическая лекция с утра, там и так далее. То есть у меня был только один день на этот. А я только с перелета, и мне было тяжело. Я себе сказал, мы делаем одно упражнение. Я себе сказал, вот одно упражнение, все, давай, коза свечи, первое упражнение, и начинай делать. Две минуты и все. Чуть-чуть хотя бы позанимайся йогой, нормально. Я начал делать первое упражнение, а самое главное начать, понимаете? И через две минуты я подумал, ну что-то хорошо как-то так, две минуты всего, это мало, хочу еще две минуты. И потом я сделал полный комплекс, два часа, все сделал полностью, и чувствовал себя прекрасно после этого. Но единственное, что мне надо было, это убедить себя, что я делаю немножко всего. Немножко. Точно так же можно убедить себя помыть всего одну кастрюлю на кухне. Одну кастрюлю. У меня почему я про кастрюлю говорю, потому что у меня с женой вот такая была проблема, и тоже, когда на кухне все накопится, я говорю, пойдем вместе, помоем по одной тарелке всего. Она говорит, я знаю, тебе потом все придется мыть. Я говорю, нет, нет, только по одной тарелке. Мы моем по одной тарелке с ней. Я говорю, ну что, пойдем теперь с кухней, пойдем. Все мы по одной тарелке помыли. Она говорит, ну ты иди, а я еще помою немножко. Я говорю, ну ты же не хотела. Она говорит, а теперь хочу. Понимаете, да, как это работает, интересно. То есть другими словами, знайте, что то, что разрушает нашу жизнь, оно только снаружи кажется неприступным. Например, допустим, мой муж никогда не вернется ко мне в жизни, мой ребенок никогда уже меня не будет любить, я никогда не вылечусь, я никогда не поступлю в институт, я никогда не смогу нормально работать, никогда не найду работу. Человек должен просто понять одну вещь, что ему не хватает силы, энергии. Вот как, допустим, найти работу? Для этого нужно пройти три стадии. Первая стадия, у меня все будет хорошо, я молюсь, у меня все будет хорошо в сердце. Вторая стадия, я могу разговаривать радостно с работодателем, у меня не трясутся губы. Вот кто из вас дает работу, поднимите руку, кто вот людям дает работу? Какая работа у вас? Ну как, кем работают люди? Кому вы какую работу даете? Компьютерный работник, да? Ну, я компьютерный работник, я устраиваюсь к вам на работу сейчас. Вот вы меня принимаете на работу, смотри-ка меня внимательно. Я очень хороший специалист. Мне так нравится в вашем коллективе. Вы меня возьмете? Пожалуйста, давайте, возьмите меня, пожалуйста. Возьмите, да? Пожалуйста. Понимаете, да, почему так происходит? Она не хочет, ей это протест возникает. Потому что человек, он что делает? Он подходит и говорит, мы хотим с вами сотрудничать. Возьмете меня на работу. То есть он тянет от человека, а не дает. Он хочет себе. Я хочу замуж, я хочу замуж. Девушка, когда... Я хочу замуж, она отпугивает всех мужчин. Они боятся таких девушек. Для того, чтобы выйти замуж, она должна стать счастливой. А значит, не хотеть замуж уже. Должна стать счастливой, и когда на нее кто-то смотрит, она может на него посмотреть вот так. И вот он раз. И отвернулась. И он думает, о, такую девушку, если получить, это все. Это верх мечты. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Почему? Потому что она счастлива сама по себе. Ей никто не нужен. Первая стадия – спокойствие в сердце. Мне все будет хорошо. Бог дает силы. Вторая стадия – влияние называется. Я могу смотреть на парней и не сильно волнуюсь от этого. Пусть они волнуются, это их проблема. Третья стадия – победа. Находишь уже кого нужно, человека. Устраиваешься на работу. Третья стадия. Но самое главное человек должен понять. Он не является источником силы. Я сам не являюсь источником силы. Источником силы является святость и память о ней. Желание жить для нее, служить ей. Делать так, как она хочет. Я хочу жить так, как ты хочешь. Я хочу жить правильно, выполнять то, что ты хочешь. Я хочу по законам Священных Писаний жить. Я хочу честно жить. Я хочу для тебя жить, Господь мой. Я хочу, чтобы ты радовался мне в своем сердце. Радовался мне в своем сердце. Тогда я наполняюсь той силой, которая всегда побеждает. Она никогда не может проиграть. Вопрос только заключается в том, что значит моя победа. 99% это значит то, что я хочу. Но 1% означает, что есть какие-то планы у Бога на меня. И эти планы означают, что придется мучиться. Ну так бывает редко. Я говорю, 1% всего. Дайте Богу 1% на Его планы, остальное все ваше. Контактируйтесь с Ним, молитесь Ему. Все, что нужно, Господь даст. Иногда не дает, потому что это для нас лучше. Что-то бывает лучше для нас, чтобы мы не получили. Это факт. Вот смотрите. Мы совершали какие-то поступки в прошлом. Это все вот здесь складывается. Вот здесь. Внутри человека. Там складывается, называется глубинная память. Там все складывается. Потом, в результате влияния времени, это все выходит наружу и начинает действовать в трех слоях. Если взять, допустим, ум человека, был такой великий мудрец Патанджали, древний, он взял и ум разложил на слои. Он объяснил, что это подобно воде. Поверхность волны, это наши мысли. Дальше под мыслями, в самом верхнем слое, находится наше настроение и наш характер. Настроение мы свое чувствуем хорошо. Характер в основном через других людей. Они нам подсказывают. Ты считаешь себя хорошим, а на самом деле у тебя есть проблемы. Мы сами не чувствуем себя. Но если мы доверяем людям, они нам говорят об этом. Это все находится в верхнем слое сознания. Это еще не судьба. Судьба глубже, в воде глубже. Средний слой, то есть верхний, связанный с нашими мыслями, это волны, озеро ума. Желание, мысли, побуждение, воля человека. Это самая поверхность. Потом дальше идет настроение. Характер еще глубже. И потом дальше идет средний слой, озеро ума. Там находится связь с нашими болезнями. Это тоже энергия ума, но еще глубже. Здоровье человека мы уже не чувствуем в свое здоровье. Мы чувствуем только, когда оно до поверхности доходит. Больно становится, когда это до наших мыслей доходит. О, мне больно. А там, что происходит внутри, мы вообще не знаем. Иногда человек без боли, а у него там уже четвертая степень рака, допустим. Он не чувствует боли. Потому что это глубоко внутри ума находится, здоровье. Но есть симптомы. Слабость является сильным симптомом какой-то серьезного заболевания. Человек живет, как обычно, а чего-то сил нет. Надо обследоваться, значит. Следующий слой, ниже. Это удивительный слой, который рядом с судьбой находится. В этом слое находятся наши связи, контакты с другими людьми. Самый неосознанный слой. Например, директор завода говорит, я тебя увольняю. Он чувствует плохой контакт со мной, а я не чувствую с ним плохого контакта. Потому что моя судьба с ним взаимодействует в это время, а со мной до поверхности не доходит. И вот потом, когда мы уже приближаемся к песочку, там, на дне озера, вот это и есть наша судьба. Там вот эти узелки судьбы находятся. И когда время их поднимает наверх, доходит до первого слоя. Меня кто-то любит или ненавидит, а я не знаю об этом ничего. Потому что до меня не дошло еще, до верха. До второго слоя влияет на здоровье. До третьего начинаю я понимать, что происходит. Судьба означает, все, что мы сделали в прошлом, мы за это должны отвечать. Она как дорога. Там есть трудности, есть спуски, значит, хорошо, легко. Мне легко жить. Есть подъемы, тяжело. Я иду, мне тяжело. А бывают непреодолимые препятствия, это стресс. Только если тебя поднимут на канате, тогда ты залезешь на эту скалу. А сам человек не может. И когда человек поднимает на канате, он начинает верить, что есть высшее что-то в этой жизни. Не только мое, а есть высшее, которое дает мне возможности преодолеть непреодолимое. понимаете, я не думаю никак о судьбе. Это все описано в священных писаниях, я пользуюсь этим описанием, вам говорю, как это есть. Все, что я сказал вам, это из древних текстов. Все имеют санскритские термины. Допустим, когда судьба действует на человека, выходит этот узелок кармы, то это называется вегас, импульс, воздействие на нашу судьбу. А сам узелок кармы называется карма-васана. И так далее. Там есть определенные. Карма означает судьба.